А за Одесскую область, потому что это как бы еврейская черта оседлости, вот как раз-таки был Херсон, и до Одесской области, вот это вся такой серб, это были там, проживало миллион евреев, вот в этой небольшой территории там проживало больше миллиона евреев, вот, поэтому за это будет огромная грызня. Крым изначально, который подразумевал, Крым два раза пытались отдать евреям, первый раз это Сталин в 1927-1928 году, когда он изначально еврейскую автономию объявил в Крыму без Севастополя, то есть вот именно внутренний Крым, и уже построил там несколько колхозов чисто для евреев, и уже первые вагоны с евреями туда приехали, но татарское местное население, они этому очень активно противодействовали, поэтому уже перенесли это тогда в еврейскую автономию, в этот Хабаровский край, да, вот, но изначально Крым подразумевался, и вот в 1914 году, это я тоже знаю, я же в Крыму был трижды, вот, мы уже ходили с землемерами, мерили земли, и я еще тогда говорил, я говорю, не получится, Путин не отдаст, Крым евреям, это бред, но кремлевские евреи очень этого хотели, и Соловьев в том числе, и Абрамович, и целая группа лоббистов, она выступала, вот, когда Крым только перешел к России, они хотели, опять-таки, без Севастополя и без Ялты, а вот именно внутреннюю часть Крыма, от Саки, там есть такой небольшой городок, Саки, и вот от него вся вот эта вот, чтобы там сделать кибуц и сделать там еврейскую такую автономию небольшую, но я сказал, я тогда был единственным, кто был, как бы, кто был носителем русского языка, я был единственным, который говорил, что это бред, это ничего не получится, и мне Крым тогда не сильно понравился, он, внутренний Крым напоминает нашу пустыню Негев, там очень сухо и очень жарко, я говорю, евреи сюда не поедут, это какой-то плохой вариант, я говорю, давайте лучше смотреть юг Украины, там Херсон, а еще думали же тогда, что Россия с Украиной будет дружить, то есть это был еще, вот Крым уже забрали, но еще думали, что Россия с Украиной как-то вот договорятся, евреи послужат вот этим мостом между Украиной и Россией, и как-то все это станет прозрачным, и все наладится, то есть вот такое было мышление вот у многих, и я тогда говорю, ну раз так, ну тогда логично, давайте Мелитополь, и все, что от Мелитополя и в сторону Одессы, это как раз-таки вот этот будет путь, сделаем из этого такой вот град на холме, развитие сельского хозяйства, маленькие фермерские будут там, значит, хозяйства, люди будут хорошо зарабатывать, будет натуральное хозяйство, все будут довольны, Киев будет получать вкусные фрукты и овощи без ГМО, Россия будет покупать крупный рынок сбыта, ну в общем была такая идея. Субтитры создавал DimaTorzok